Итак, еще одна новинка Дрыгостолов приехала ко мне. Парочку модификаций Акила я уже обозревал в прошлом году, в этот раз на обзоре модели Акила 10-3. Посмотрим, что тут добавили новенького. Стандартно нас встречает обычная коробка с небольшой фирменной подписью бренда. Внутри, как обычно, все хорошо упаковано в вспененный полиэтилен. Все приехало на своих местах и целом. Вот так выглядит весь комплект поставки. В целом весь комплект уже привычен с предыдущими модификациями. Перейдем к мелочам. По моему мнению стоит сравнивать одновременно с двумя предыдущими модификациями. За основу конечно же взята самая первая Акила, и внесены удачные детали от последующей модификации Акила S2. Тут стоит Bowden вариант, очень схож с первой моделью. Только добавили датчик окончания филамента. Копеечная деталь на производстве, но вещь весьма полезная. Также в глаза бросилось, что материал Федера другой. По первой версии встречал отзывы, что со временем ломалась лапка, возможно сильно перетягивали ее пользователя. Думаю поэтому материал использовали другой, чтоб такого больше не повторялось. Экран стали ставить вертикально, возможно эстетично больше понравилось, да и пользователи любили накатывать прошивки Сэнда 3.5.2. Думаю компания увидела это в соц сетях и решила упростить людям жизнь. Принтер поставляется теперь с установленным пейлистом. Это несомненно плюс. На всех моих принтерах на работе теперь установлен пей. Мне он намного больше нравится стекол. Плюсов масса в них, деталь снимать проще, липнет отлично, фактурка от шершавой поверхности однозначно крутая. А в остальном визуально все остальное на месте, все датчики закрыты декоративными накладками без изменений. Блок питания по-прежнему низкопрофильный. Если мне не изменяет память, то как то иначе сделан кожух. Ничего особенного, просто бросилось в глаза, но сейчас многие производители подключились к тренду и ставят такие БП, которые они ставили аж с самых первых моделей. Не устану повторять о необходимости протянуть все болты, проверить регулировку прижима стола. В моем принтере прижим был ослаблен ощутимо. Потянул и все стало отлично. Визуально плата без каких-то особых изменений, но добавился новый разъем. И небольшая плата прикручена рядом. Как раз об этом будет на следующем фото. Сам Hotend остался прежним. Его ставят почти на всех бюджетных принтерах, работают отлично, запчасти на каждом углу. А вот из нового, датчик автоуровня. По моему это первая аквила с этим датчиком по дефолту. Однозначно это плюс. Построить карту неровности и получить идеальный первый слой это хорошо. Причем подобные датчики я ставлю на свои рабочие принтеры. Работают хорошо и по всем поверхностям. Я бы не сказал, что его очень не хватало мне на прошлых моделях, столы шли ровные, они небольшие. Но много людей их ставят их дополнительно на свои принтеры, думаю тут просто пошли по пожеланиям в обратной связи. В комплекте с крепежом есть нововведения. Первое это фитинги. На первых аквилах они были свои, на них встречал нарекания, что быстро выходили из строя. Сейчас они положили стандартные фитинги, которые как раз обычно работают беспроблемно. Второе это кучка запасных сопел разных размеров. Лишними сопла никогда не бывают. Инструкция, как и на прошлых моделях, максимально подробная, с несколькими изменениями, например как пользоваться автоуровнем. А теперь пора и собрать его. В общем плане все по прежнему. Стандартный дрыгостл формата эндера. Меню визуально осталось прежним. Добавилось только пару пунктов об автоуровне, и соответственно постройке карты неровности, и датчики филамента. Первым делом, конечно мне интересно было посмотреть как он строит карту. Принтер использует 16 точек, для стола такого размера более чем достаточно. Еще одно обновление я увидел только в этот момент. Конца Йовика по Z теперь нет, ноль по этой оси берется по датчику автоуровня. Теперь пора попечатать. Я решил завершить это мини-цикл обзоров под рыгостлым остатками прошлой катушки красного пла от Flash Forge. Получается их же производство. Первым делом подобрал поток в кара под данный пластик и отпечатал тестовый кубик Warren Design. Как я и ожидал, принтер печатает так же хорошо, как и предыдущие модификации. Относительно предыдущих одноруких звона на деталях практически нет, как и раньше. Возможно сказывается то, что у него большая жесткость, возможно использование как всегда очень хороших комплектующих. Скажем так, результату я не удивился. На ВАЗе тоже по-прежнему все хорошо. Воблинга нет и без модных гаек, звона нет. Все в порядке. И конечно же интересно было для сравнения довольно сложную деталь для Болдена. Тут очень много ретрактов и перемещений, директ в таких деталях конечно справится легче. Но деталь отпечаталась, даже маленькие пальчики получились довольно четкими. Единственно шипы сверху по моему мнению получились немного замыленными. А еще небольшое дополнение к обзору. Я взял лот с катушкой пластика Flash Forge Black Color Change. Цвет уж очень понравился, катушка поставляется в коробке из плотного картона, катушка запечатана в вакуум и у каждой катушки есть свой серийный номер. Цвет мало того, что переливается, он еще и с блестками. А если учесть, что у меня в работе используются в основном белые и черные цевета, то это максимально разбавило серые будни. На кубики я больше подбирал поток и протестировал температуру. На фото конечно сложно передать цвет, но надеюсь получилось хоть немного приблизить. Но на этой вазе мне показалось на фото лучше передался цвет. Он конечно очень интересный, а к качеству самого пластика нареканий нет. Спекается отлично, нитка к нитке укладывается отлично. Пластик пришел сухой. Пришло время подвести итоги по принтеру. Печатает по-прежнему хорошо. Качество комплектующих по-прежнему отличное. Знаю будут первые комментарии о цене. Да уже тех дешевых аквил нет в продаже. Думаю они были в первую очередь для привлечения внимания к компании и завоевать аудиторию. Плюс сейчас много факторов, курс, сокращение складов в РФ и т.д. Цены плюс минус на все поднялись. Но если не обращать на это внимание, у нас по-прежнему классическая аквила, в которой добавились нужные тюнинги в виде пэй, датчика филамента и автоуровня. В итоге имеем классический нормальный дрыгостол, с хорошими комплектующими и с хорошей комплектацией, который печатает по-прежнему хорошо и без звона как у новомодных одноруких. С. Хочу объяснить обновление формата в виде водяных знаков. Есть куча ленивых бессовестных барыг, которые накупят принтеров на Али, накинут свою маржу и перепродают на Авито. Им лень достать принтер из коробки, собрать хоть один принтер и сделать хорошее фото и они нагло воруют фото с обзоров. Несмотря на правила сайтов, которые запрещают это делать, еще и огрызаются, когда им пишешь о том, чтоб они удалили фото. Предыдущие водяные знаки с моим ником их не остановили, и видел массу объявлений с моими фото. Поэтому решил усложнять им жизнь. Извиняюсь за некие неудобства для читателя, но они вынужденные. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok